Хотелось бы в двух словах узнать высшая цель паломничества. Высшая цель паломничества и ради чего православный человек должен совершать паломничество. Этот вопрос поступил митрополиту Рязанскому и Михайловскому Марку на презентации его книги «Православное паломничество». На что Владыка ответил, у паломничества только одна цель, чтобы человек приблизился к Богу. Чтобы человек познал, сколько благ Бог почувствовал, особое присутствие Божия в своем сердце. Нам посчастливилось побывать на презентации книги Владыки Марка, которая состоялась 20 января в библиотеке имени Горького, и стать счастливыми обладателями одного из свеженопечатанных ее экземпляров. Но это произошло после основной части. Прелюдией презентации стало выступление священнослужителей Рязанской епархии. Ожидание многочисленных зрителей, зал буквально был переполнен, но тесноты не чувствовалось, оправдалось. Небольшая по объему книга оказалась настолько содержательна, что говорить о ней можно было еще несколько часов. Новый год, открывайте стена в библиотеке. Мы под вашим покровом спокойно и радостно живем и работаем. Спасибо вам большое. Книга, на презентацию которой вы сегодня пришли, она родилась из жизни, из опыта. Честно сказать, я не думал, что буду писать, когда я наделал паломничество. Когда я учился в Духовной Академии, меня интересовала патристика, святые отцы, патистория. Я не думал, что буду связан когда-либо с темой паломничества. Но Господь все делал по-другому, и в 1992 году я был направлен после окончания в Духовной Академии к святую землю, где трудился в течение семи лет. Мне пришлось очень много заниматься темой паломничества. Это и подготовка программ, и организация паломнических поездок, включая вещи самые простые, самые банальные. Заказы автобуса, потом сопровождение паломников, подготовка сопровождающих из числа сестер нашей гординской обители. То есть все то, что приходилось делать многие, конечно, паломники, многие паломники приезжали с этой земли, самые разные люди. И среди них, конечно, и простые люди, и люди известные. Ну и, конечно же, рождался интерес, а что такое паломничество? Даже, что такое слово «поломник»? Много слов мы слышим, которые проявляются. И паломники, и странники, и перегрин, и поклонники, и так далее. И вот самое главное, что я стремился показать в этой книге, это сказать, подсказать, что такое паломничество, чем православное паломничество отличается от паломничества католического или паломничества протестантского, или чем отличается вообще паломничество христианское от паломничества, так называемого, нехристианства, под паломничества в исламе, в иудаизме, в буддизме. В презентации книги митрополита Марка принял участие и председатель паломнического центра, и гумен Иоанна Богословского мужского монастыря села Пощепова Рыбновского района, Исааки Иванов. Так как наш паломничество продолжает развиваться, и новые места для посещения, для паломничества у нас уже появились, и тот, кто следит за нашим сайтом, ссылка на который есть и на Рязанском, и на гипрохиальном сайте, и отдельно можно по поиску в себя наш сайт найти, и люди наверняка уже увидели, что новые места для посещения у нас появились, и они будут появиться, все зависит от вашего желания. Как только набирается определенная группа, мы сразу готовы послать туда свой мехавтобус. Владыка передал несколько экземпляров книги «Православное паломничество» директору областной Рязанской библиотеки Наталье Гришиной, для того, чтобы и те, кто не смог принять участие в презентации его книги, смогли познакомиться с ее содержанием. Книга не просто полезна для паломников или тех, кто только желает посетить святые места. Ее удачно дополняют иллюстрации художницы Анны Новоселовой-Чанги. Печатный труд Владыки необходим всем и каждому, так как написан доступным и живым языком. Эта книга способна приоткрыть неизвестную завесу интереснейшей жизни, наполненной смыслом и любовью. Вы читайте книжку и все. Спасибо, господин.